друзья всем привет ой что там а нет есть вы на канале сельчанка в америке к нам приехала терраса как что-то какая-то сварка или чё запах такой вы на канале сельчанка в америке и нам привезли заборчик вот на эту террасу сейчас вот я вышла на улицу солнышко да но мороз как бы есть но это терраса она такая тепленькая хорошо так в ноги греет хотя и холодно но уже солнышко нагрела ее вот здесь у нас будет заход там будет дорожка туда ну в скором времени я надеюсь муж все сделает доставка 150 долларов недалеко 30 минут где их 20 от нас ну там много было вести потому что муж хочет вот там уголок такой тоже загородить до клёна вода того забора сюда чтобы был заборчик там то он сразу заказал и эту террасу и сразу тот забор он привез столбики там все такое все что нужно я там вижу сетка лежит это в кого-то другой ордер кто-то заказал и будем складывать будут вот туда на ту сторону на ту дорогу а здесь кто там у нас кто-то у нас выглядывает иди сюда моя красотуля ты на улицу рвется невозможно так а кто там выглядывает рыжик выходи солнышко светит мой рулька мой руленька невозможно в доме удержать друзья невозможно ну на ночь стараемся чтобы был в доме смотрите как он ходит так он всем когда садится ту лапочку так как зайчик кролик выдвигает знаете а так ходит то не видно не хромает валерка больше хромает и это тот котик которому доктора сказали отрезать лапочку потому что он не выживет операция ему не поможет то нужно отрезать ну смотрите все пошел под низ ну это ж какая-то свежая машина такие у нас не ездят что это за машина как идет как идет смотрите ну какая лапка была у него друзья кто скажет с какой стороны вы заметили чуточек так можно сказать и ну бегает замечательно наш мурулька превосходно да кажется солнышко но ну снега уже нету и ветра сегодня нету такого сильного сильного как был вчера у нас так пускай они работают а я пойду заниматься своим делом привет друзья всем на канале сельчанка в америке вот уже нам привезли сегодня смотрите как прикольно ну я и забылся что они так могут я думаю бывает что заду возят фарклифт такой съемный отцепляет и разгружает а у него сразу там есть это вилки и он будет снимать там не чуть-чуть порог надо залить ну дорожку к порогу то вызывать миксер чтобы мне там потоптал то я сам мешал к этому немного его сделаю далее сразу агрегат три в одном короче сразу и и грузовик и прицеп и сразу разрушает все тут пусть сложивает нет перилка момент а я уже отсюда буду потому что там асфальт в тот раз машина заезжал это пообламывала там углы тяжелый короче такой асфальтик не призназначены для для таких тяжелых машин сегодня погодка у нас друзья капитальная вот это весна весна красота отлично я вам скажу классно придумали вообще классно но я вышел из дома и слышу тормоза воняет ну за как заклиненное колю колесо таки запах просто то ли сцепление то ли ну что то такое как поляны точно а он проехал меня поехал туда и уже взад сдает я подошел стал там он а я смотрю с под колеса дым мог идет показал ему так переживал да там кусочек забора вот это он сейчас везет и еще чуть забора и 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 Так, как сказали, в пятницу так и есть. Еще цемент сейчас заберет и все, в общем 150 баксов за доставку. Потому что самому возить, цемент тяжелый в мешках. Это готовый, друзья, микс. Просто добавляю воды, размешиваю и заливаю. Оно уже с камушками, все там, короче, цемент, песок. Арматуру только армирую и все, и оно, заливаю. Да, вот, еще почва очень мягкая, так что он бы мне подавил бы там все. Молодец, дядя. Все сделал. Ну все, вроде бы ничего не забыли. Уже не могу дождаться. А вон гостиница пятизвездочная, видите, стоит для прохожих. Там не одно дупло, я смотрю. Там живут звери. А сейчас лето, надо цену поднимать, а то... Ну, в этом, в прошлом году, друзья, вот на этой земле, на этом, на этом куске, это Давидова земля, здесь, ну, не знаю, ну, кур, наверное, ну, 10 точно, вот тут лягло. Тут оно как вырастет, трава везде. Они сюда что-то бегут, видите, им мало там места. Вообще ж мало, тесняк конкретный, там, посмотрите, там же ж вообще не пройти. Павлины постоянно бегут к соседу туда что-то нравится им, тоже мало места. То есть, туда сколько, да, сюда, вширь сколько. Не, надо именно туда бежать. Ну, все, слава богу, товар на месте. Будем работать. Всем, друзья, спасибо за просмотры. И всем пока. Еще, друзья, вот смотрите, что воняло, видите? Колесо не крутится. Оно заклинило. О-о-о, чуть-чуть начинает. Короче... Это... И это грузовик этого мужика так переживает, говорит, это дорого. Сервис дорого. Ну, может, говорит, на асфальте будет крутиться. А оно не крутится. А оно не крутится, и уже пищит. О-о-о! 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 короче тормоза застряли у него и все испортит себе сейчас крутится сейчас уже крутится он хочет его поставить потому что испортит резину вот тут сейчас поставить почтовые ящики не посбивал ему надо было еще это вести развозить теперь говорит никуда не поеду потому что 100 миль надо пилять короче буду здесь ждать службу тут на орел моя щас по прибираю друзья еще раз привет короче хочу уже рассказать историю до конца про этого водителя в общем получается что это его собственный трак и собственный его прицеп купил ему буквально на той неделе на прошлой неделе он купил его 2005 год грузовик сама ну сам трак 2005 год 700000 пробега на нем может уже второй раз он за него заплатил 25000 из-за этого прицепа прицеп даже не знать какого года но он тоже очень старый за 15000 этот прицеп взял занимается ну просто тут от магазина по магазинам развозит от магазинов покупателям развозит по домам короче вещи всякие такие строй материалы по локалу тут гоняет то я уже помогал ему если я знал что это там там магазина там грузовик то я бы не стоял до колени возле него там а так смотрю это его личный переживает так сильно лазили мы там лазили стукали стукали ничего она все равно короче старое там все надо его там все менять то вот это он оставил прицеп здесь а сам на траку поехал может к говорит завтра даже если не сегодня то завтра а если не сможет короче не был нету тут сервиса такого чтоб кто-то приехал как на хайвей знаете по машина поломалась при выехала сервис выехал тебе поменяли и колесо и тормоза в общем все делает а тут нет у нас такого то если них никто ему не поможет то надо перегрузить это все завести людям вести где-то в округе 100 миль это не 15 миль как мне да ну в общем и уехал он короче поблагодарил хороший такой дядя поблагодарил и уехал так что вот так закончилось все еще сосед пришел мой тоже туда посмотреть в этом возле дороги стали как раз возле гостиницы енотовой то тоже посмотрел и водитель тоже вот этот кто привозит привез вот это мне сюда то пошел к нему спросил тоже как бы эта дорога наша вдвоем с ним то он здесь может находиться с разрешением двоих человек то пошел потом пришел за меня домой говорит все он разрешил нормально к же я поставлю здесь мы все вот так короче закончилась эта история говорю если надо может каждую инструмент тебе надо там меня скажу есть что то что то есть говорю но надо может у меня все есть но она не поможет ничего говорю так давай с ним поснимаем колеса и ну ты сможешь хоть уехать отсюда те два колеса она будет на одном мосту груз не такой большой там вообще что там осталось деревяшки это мне там цемент был то тоже что то нет не захотел но в общем вот так так что всем друзья пока